В мире существует огромное количество увлекательной информации. Независимо от вашего возраста, багажа знаний, круга общения, всегда найдется новая интересная информация, потому что невозможно знать все. Найдутся вещи, о которых вы даже не задумывались. Сегодня мы собрали очередную подборку фактов, о которых вы, возможно, никогда и не слышали. 8% всех мужчин Азии изначально имеют связь с родом Чингисхана, судя по их х хромосомам. Если вынуть цепь ДНК из клетки и распутать, то ее длина составит около 2 метров. Целуясь, вы рефлекторно наклоняете голову, как при кормлении в младенчестве, потому что так вы чувствуете себя более защищенными. Если проснуться во время фазы глубокого сна, будет чувство полнейшего бессилия. Можете провести собственный эксперимент в свой выходной. Установите несколько будильников с разницей в 30 минут и поставьте на самый тихий звук. Во время глубокого сна вы не услышите их, а в момент поверхностного один из них вас разбудит. Грек Гиппократ из Коса официально считается основоположником научно-ориентированной медицины. Он был самым известным врачом античности. Когда он хотел узнать, беременна ли женщина, то пропихивал ей лук во влагалище, пока луковица не скрывалась из виду. Там она должна была оставаться всю ночь. Если утром изо рта женщины пахло луком, значит она не была беременна, потому что лук смог беспрепятственно проникнуть через матку в рот. Но если она оказалась беременна, то ребенок стал бы преградой для распространения запаха и дыхания осталось бы свежим. Эмбрионы мышей могут лечить сердца матерей своими клетками. Так плод заботится о своем носителе. У вашей матери тоже сохранялся ваш ДНК около 10 лет. Плодовые мушки-дрозофилы установили мировой рекорд. Они обладают самыми длинными сперматозоидами среди живых существ. В развернутом виде имеют длину почти 6 сантиметров. А вы знали, что левая половина нашего мозга контролирует правую часть тела? Тогда как правая половина отвечает за левую часть тела. Если что-то появляется перед нами слева, мы непосредственно воспринимаем его в левом поле зрения. Оттуда информация сразу попадает в правую половину нашего мозга, а затем уже через мозолистое тело отправляется в левое полушарие. Если мы просыпаемся в правильную фазу сна, то чувствуем бодрость примерно час после пробуждения, так как в это время концентрация кортизола на высоком уровне. Поэтому болезнее всего пить кофе между 9-30 и 11-30 часами, потому что время после полудня приходится уже на следующий пик кортизола. Комары выбирают своих жертв по аромату ступней и углекислого газа, так как для них это очень заманчивые запахи. Нашему мозгу требуется приблизительно 80 миллисекунд, чтобы сообщить нам о происходящих событиях. Это соответствует одной четверти того времени, за которое мы успеваем один раз моргнуть. Эмбрионы хранятся при самых низких температурах, после чего их можно оживить даже через несколько лет, а потом имплантировать в организм женщины, где они смогут развиваться и впоследствии стать полноценными людьми. Бетрификация – это процесс, при котором жидкое вещество становится все более вязким по мере понижения температуры, пока в какой-то момент не станет полностью жестким, без образования кристаллов.